Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон Михайлюк. И от имени компании DataArt я рад приветствовать вас на очередном 13-м счастливом заседании IT Talk. IT Talk это открытое сообщество всех, кто интересуется информационными технологиями. Сообщество, организованное по инициативе компании DataArt. Сегодняшняя наша встреча ориентирована на студентов. И здесь мы поговорим о тех проблемах, которые им предстоит преодолеть, выйдя за порог университета и оказавшись перед порогом IT-индустрии. Выступать перед вами будет сотрудник киевского офиса компании DataArt Дмитрий Андрусенко. И у нас есть все основания полагать, что встреча будет содержательной и для вас полезной. Потому что, во-первых, Дима самолично прошел полностью путь от студента до технического эксперта. Во-вторых, потому что Дима воспитал для киевского офиса компании DataArt уже не одно поколение джуниор-девелоперов в Дотнет. Итак, на этой мажорной ноте я передаю слово Диме. Дима, пожалуй, начинаем. Добрый вечер. Проходите. Я рад видеть такое большое количество людей, которые заинтересовались сегодняшней нашей встречей. В двух словах о себе. Я работаю в киевском офисе фактически с самого его открытия, 3,5 года, по направлению Дотнет. Однако, сегодняшняя наша встреча будет больше отвязана от технологий и посвящена более общим вопросам. Кто захочет идти в Java, кто захочет заниматься геймдевом. У вас также будут те же самые вопросы, с которыми сталкиваются и специалисты по Дотнету. Поэтому давайте приступим. Собственно, первый вопрос, который возникает у человека, который решил прийти и войти, хочу быть программистом. Можно сказать, по аналогии с медициной, если человек решил прийти в медицину, он сказал, я хочу быть медиком. Каким конкретно? Стоматологом или нейрохирургом или детским терапевтом? В зависимости от того, кем конкретно хочет стать человек, зависит и то, в каком направлении ему в первую очередь нужно специализироваться и что в первую очередь изучать. Соответственно, как сказано в рассказе Роберта Шекли, небольшой рассказ, верный вопрос. Для того, чтобы правильно задавать вопросы, нужно знать уже большую часть ответа. Собственно, рассказ очень короткий. Речь идет о том, что некая высшая цивилизация оставила для остальных автоответчик, который знал ответы на все вопросы мироздания, знал суть вещей. И когда другие цивилизации пришли к нему, стали задавать вопросы о смысле жизни, о устройстве Вселенной и так далее, они не могли получить ни один нормальный ответ, просто потому что они не могли правильно спромодировать вопрос и дать определение вещам, которыми они оперировали. Собственно, поэтому начинать отвечать на вопрос, что дальше делать человеку, который решил стать программистом, пожалуй, стоит с того, чтобы задать еще больше вопросов. И если по итогам нашей сегодняшней встречи у вас появится больше вопросов, чем ответов, то значит вы на верном пути. Собственно, первый вопрос, с которого можно начать, а зачем вам становиться программистом? У каждого на самом деле может быть разная мотивация, у каждого могут быть какие-то разные пути, которые привели к такому решению. Кому-то просто нравится решать алгоритмы. Кто-то ищет себе перспективную работу. Кто-то столкнулся с задачей, которую проще решить с помощью написания какого-то кода. Кто-то хочет себе приложение, которого нет на рынке, и вот хочется, чтобы оно было, и возникает мысль о нем писать ли его самому. Вариантов достаточно много, и от того, какой вариант для вас на самом деле более близок, более правильный, уже может зависеть то, какие дальше давать вам рекомендации по поводу первых шагов в выбранном вами направлении. Вторым вопросом можно задать, какие вам интересны решать задачи. Опять-таки, кому-то интересны задачи, связанные с медициной. Кто-то больше, допустим, хочет заниматься геймдевом и пришел в IT исключительно потому, что когда-то играл или играет сейчас в игрушки, и хочется научиться писать самому точно такие же. Соответственно, для этого человека будут другие рекомендации, чем для человека, который занимается, допустим, вопросами искусственного интеллекта, и ему хочется создать что-то новое. От того, какие задачи вы хотите решать, будет зависеть во многом дальнейшем выбор вашей технологии, на которую эти задачи решать, в принципе, возможно. Народ все прибывает. Определяясь с задачами. Технические неполадки. Хорошо, продолжаем. Выбрать направление еще не все. Намного лучше, если вы можете привести примеры уже каких-то готовых проектов, готовых задач, которые, допустим, были решены. Игры, которые были написаны, какие-то приложения, которые уже были созданы, но в которых вам было бы интересно участвовать, так сказать, в ретроспективе. Тогда анализируя уже предметно те продукты, которые вам интересны, в которых вам хотелось бы поучаствовать, гораздо проще понять, что вам стоит изучать сейчас, какой выбирать язык, какие необходимо знать технологии. Какие необходимо знать, как можно как-то убрать? Эхо можно убрать? Или оно так и будет? Как лучше? Как слышимость нормальная на задних рядах? Ну, хорошо. Ну и отдельным вопросом, хорошо рассматривать компанию, в которой вы хотите работать, в перспективе будущем. Это не обязательно может быть ваша первая работа сразу со студенческой скамьи или первая работа, которую вы ищите сейчас. Но хорошо, если у вас есть на примете какая-то компания, которая хотя бы на данный момент является каким-то ориентиром, эталоном, куда бы вы хотели попасть. Почему? Поскольку ориентируясь на вакансии этих компаний, можно примерно понять, какие технологии востребованы, специалисты каких технологий востребованы, какие необходимы навыки для компании. Помимо знания технологий, для некоторых компаний необходим определенный диплом, для некоторых определенный уровень знания английского языка. Для кого-то может понадобиться знание французского. Если, к примеру, кто-то захочет работать в Близзарде над World of Warcraft, то вам гораздо больше поможет французский, поскольку у них офис находится в Париже. Так, для примера. Собственно, для чего вообще стоит заморачиваться со всеми этими вопросами. Иногда можно просто себя выпустить на волю случая. И пытаться найти работу хоть какую-нибудь, а дальше как повезет, или куда примут. Иногда выбираются технологии просто, чтобы было быстрее выучить прямо сейчас, но здесь кроются свои подводные камни. Во-первых, выбирают технологию случайным образом, не факт, что она вам в итоге понравится. Или задачи, которые технология решает, не факт, что там существуют интересные для вас конкретно проекты. То есть, возможно, как бы технология заточена вообще на другие задачи, и там ничего для вас интересного, в принципе, быть не может. Но поскольку вы уже в нее ввязались, устроились на работу, после этого переучиваться с нуля уже сложно. Время на работу, время на личную жизнь, и тратить снова с нуля время на изучение новых технологий уже становится сложнее выделить, сложнее себя заставить. В итоге иногда получается такая ситуация... Она работает. Все равно она работает. Иногда может получиться ситуация, что вы получите не тот ответ на свои вопросы, которые ожидали, и потратите время не на то, что приблизит вас к достижению вашей цели, интересным проектам. Отдельный минус заниматься не теми технологиями, которые интересны, в мотивации, в отрицательной мотивации, поскольку будет все сложнее заставлять себя постоянно следить за новинками, постоянно быть в курсе, какие обновления выходят, какие выходят новые библиотеки, какие новые задачи можно решать с помощью технологий и так далее. Следующий вопрос, который хотелось бы затронуть, это, собственно, сам стейк-технологий. Довольно часто, общаясь с молодыми ребятами, которые только пытаются выбрать себе направление в IT, и я сталкивался с ситуацией, что не хватает понимания того, что выбора одного языка программирования еще недостаточно для того, чтобы решать конечные задачи. Очень часто конечные задачи сводятся к целому комплексу технологий, которые между собой так или иначе взаимодействуют. Говоря о стеке технологии, здесь можно выделить два момента. Первым часто под стеком технологий подразумеваются технологии какой-то конкретной корпорации, там Microsoft или Oracle, которые разработаны для взаимодействия с друг другом в одну экосистему. Говоря о стеке технологий конкретного проекта, это уже те технологии, которые были выбраны по тем или иным причинам для реализации конкретно поставленных задач. И здесь уже не обязательно, чтобы эти технологии формировали единую экосистему. Вполне может быть, Дотнет работать с Oracle, вполне может Unity 3D использоваться для создания приложений для Android и iPhone и так далее. Соответственно, помимо выбора основного языка, вам также нужно будет определиться, каким образом вы предпочтете работать с базами данных, где вы хотите их хранить. Поскольку почти все приложения так или иначе с базами работают. Если вам нужно низкоуровневое взаимодействие с железом, то вам может понадобиться какие-то специализированные библиотеки из этого направления. Чтобы это может быть несколько больше понятно, приведу такой абстрактный пример. Допустим, стоит задача провести алгоритмический турнир. Суть задачи сводится к тому, что программисты будут загружать на сайт код своих алгоритмов, установлены определенные правила пошаговой игры, допустим, в футбол. И каждый программист реализует свой интерфейс на выбранном языке, загружает на сайт, сайт уже компилирует текст в исходный код и запускает соревнования алгоритмов между собой. Соответственно, чей алгоритм победит против всех остальных, тот и оказывается лучшим. Подобные турниры когда-то проводились, я сейчас, к сожалению, не смог вспомнить конкретный пример, поэтому привел несколько абстрактов. Ну, к примеру, постановка задачи, то, что я озвучил. У нас должен быть сайт, через который будет загружаться исходный год. У нас должен быть какой-то пользовательский интерфейс, он может быть реализован разными способами. У нас должна быть какая-то визуализация хода матча, чтобы это было более наглядно, и участники турнира могли отследить, как их алгоритм работает пошагово против алгоритмов других участников, может найти какие-то обновления для своей стратегии. Естественно, все это где-то надо хранить, то есть должно быть хранилище данных, плюс еще какая-то география, привязка к геолокации участников и так далее. Это, к примеру, задача, которую, может быть, кто-то из вас захочет решить. Если брать уже примерно стек для решения этой задачи, один из возможных вариантов такого стека, к примеру, у меня больше на дотнете, поскольку я сам дотнетщик, но, в принципе, это не завязано на него. Для основного языка это может быть и какой-то из дотнетовских языков и джава. У нас может быть даже в рамках одного дотнета несколько вариантов взаимодействия с пользователем, пользовательского интерфейса. Для хранилища базы у нас может решаться задача, будет ли это на соблачное хранилище, будет ли это отдельная ферма серверов. Для доступа к данным только у одного дотнета есть несколько разных технологий, тут даже не все перечислены. Если мы берем за основу другой язык программирования, там, джава или руби, то там у них будут свои стыки, свои опции, каким образом вы можете взаимодействовать с данными. И, соответственно, вам не обязательно знать вообще все эти технологии, но у вас должен быть набор, который позволит вам решить поставленную задачу. И, собственно, возвращаясь к тому, что я говорил в начале о выборе проекта, на котором вам было бы интересно работать, то польза от понимания такого проекта, и когда у вас есть конкретный проект, который может сказать, что я хочу это сделать, тогда можно конкретно говорить, а на каких технологиях, в принципе, можно решить эту задачу. У вас будет всегда несколько опций, несколько языков программирования, на которых можно решить. По каждому языку можно будет выбрать несколько технологий, которые решают те или иные поставленные задачи, как доступ к данным, взаимодействие с пользователями и так далее. И уже конкретно выбрав минимально необходимый стек технологий под вашу задачу, вы получите представление о том, что вам стоит изучать в первую очередь, что вам будет более полезно для дальнейшего продвижения. Естественно, хорошо как бы знать чуть больше, знать какие-то альтернативы и уметь при возможности перепряжиться с одной на другую. Это, в принципе, неизбежно, поскольку за время работы технологии меняются очень быстро. И какие бы технологии вы не выучили сейчас, пройдет 2, 5, 10 лет, и вам придется все равно переучиваться на что-то другое, возможно, даже менять язык альтернативного. Отдельным вопросом, который был вынесен, это вопрос выбор компании, в которой вы хотели работать. Если у кого-то из вас есть время походить по дням открытых дверей, познакомиться предметно с сотрудниками компании, с устройством, с проектами, то это намного облегчит вам задачу выбора вашей дальнейшей работы. Я отдельно выделил фриланс и опен-сорс проекты, поскольку, хотя это тоже возможный вариант, я знаю людей, которые стартовали именно с участия в таком виде. Это не всегда самый лучший вариант для начинающих по той причине, что в этом случае у вас не всегда есть у кого поучиться и кто может проконтролировать, помочь вам избавиться от каких-то проблем в вашем коде, подсказать правильное направление решения тех или иных задач. В опен-сорсе это немножко более проще, но там возникает вопрос уже, если вы опен-сорс делаете сами, то это та же самая проблема, что и с фрилансом, получить обратную связь. Дальше отдельным пунктом можно выделить, я объединил госструктуру и оффлайн бизнес. Здесь я подразумеваю компании, для которых в принципе IT не является первоочередным источником прибыли и главным направлением их бизнеса. Это могут быть какие-то нефтяные компании, это могут быть научно-исследовательские. для них IT больше используется как помощь для их основного бизнеса. И часто это компании, которые уже существуют много лет, у них есть успешно построенный бизнес и они без IT в принципе нормально справляются. Но в какой-то момент либо для внутренних нужд, либо просто потому, что нужно как-то себя презентовать, они решили сделать сайт, либо написать какую-то программу для себя, и тогда у них есть два варианта. Либо обратиться к какому-то внешнему поставщику, который разбирается в IT и может собственно для них решить эту задачу. Либо нанимать своих программистов. Чаще это выливается таким образом, что есть какой-то небольшой IT-отдел, обеспечивающий внутреннюю инфраструктуру, больше системного администрирования и начинают постепенно им давать какие-то задачи программирования мелкие, постепенно перерастая в более IT-отдел. Я бы не стал сразу сбрасывать такие компании со счетов, поскольку они могут быть интересны двумя моментами. Первое, это для ребят, которые хотят заниматься больше чем-то специализированным, например, научной какой-то деятельностью, и для них IT может идти больше как какое-то дополнение, либо как переходный этап из предметной специализированной деятельности войти, то для них может быть проще начать сотрудничество с такими компаниями, либо для тех, кому необходимо найти работу здесь и сейчас, может быть более простой вариант найти тоже работу в таких компаниях. Единственное, что не стоит полностью зацикливаться исключительно на жизни внутри компании и также общаться с ребятами из других компаний, из других типов и участвовать в каких-то может быть конференциях, чтобы получать представление о том, как IT развивается. В таких компаниях не так часто отслеживаются все эти направления. Отдельный вопрос это веб-студия. Довольно часто опять-таки встречало людей, которые буквально за пару недель изучили HTML, взяли пару самоучителей поджумлей и в принципе через месяц готовы писать какие-то сайты-визитки либо интернет-магазины небольшие на заказ может быть для каких-то друзей. В более продвинутом варианте это вырастает в веб-студию, которая собственно и занимается решением таких типовых задач чаще всего как сайты для ресторанов, для интернет-магазинов, какие-то сайты-визитки, но если вы ориентируетесь на такое направление, вам это в принципе интересно, то здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, то, что в таких компаниях чаще всего большим спросом пользуются знания каких-либо CMS-систем, чем написание кода с нуля. Просто потому, что человек, который верстал уже десяток интернет-магазинов однотипных на CMS-ки, сделает буквально за пару дней работу, которую вам с нуля надо писать пару недель, а то и месяц. Отдельный момент здесь также ценится, помимо умения разрабатывать продукты, еще и в подвижении, поскольку это часто неотъемлемая часть и знания SEO, SEO-changing optimization, здесь также очень сильно ценятся. Если вы по какой-то причине ориентируетесь именно на такую компанию, то знания SEO вам будут полезны не просто понимания, что это, а также как это связано с написанием непосредственно кода с версткой страниц, поскольку могут возникать просто конфликты между тем, как вы реализовали верстку страницы и как потом робот будет бегать по этой странице и пытаться взять с нее информацию. Продуктовые компании это несколько более широкая тема. Здесь можно, во-первых, разделить по двум категориям, это монопродуктовые компании и мультипродуктовые, у которых много разных продуктов. И также очень сильно зависит от того, какую сферу вы выбираете. Если там, допустим, это геймдев, по геймдеву еще можно выбрать, разделить отдельно это игры для десктопа, это игры для мобильных устройств, либо это игры для веба. Во всех трех случаях вам понадобится несколько разный набор технологий и несколько разные знания. Поэтому если вы более точно представляете все-таки в какой из этих трех направлений вы хотите, то у вас будут разные стартовые точки для этих направлений. Отдельно если у компании один продукт, то как часто это бывает, вы будете завязаны на технологический стэк, который уже используется в этом продукте. И к сожалению часто приходится встречать ребят, которые лет по десять проработали на одном продукте и они не следили за тем, что происходит на рынке, что происходит вообще с технологиями, просто потому, что было принято когда-то решение не обновлять, не менять технологии на их продукте. Они знают хорошо эти технологии, но эти технологии уже безнадежно устарели и сейчас никто не хочет на них, допустим, делать заказы, писать новые продукты. В продуктовых компаниях такое встречается реже, поскольку там можно встретить и ротацию людей между проектами. Отдельным пунктом хочу выделить интеграторов. Это несколько специфический тип компаний. Они не всегда упоминаются. Это и не продуктовые компании, но в то же время они не являются заказчиками. Задача интеграторов состоит в том, что они берут коробочные решения, написанные продуктовым компаниям, приходят к заказчикам, которые хотят у себя интегрировать эти решения и говорят давайте мы допилим вам до вашего бизнеса, ваши необходимые требования. Занимаются интеграцией готовых продуктов внутрь корпорации. Отдельной темой можно выделить стартапы так как многие молодые ребята часто хотят начинать что-то свое вместо того, чтобы работать на скучных проектах. По стартапу я еще немножко дальше затрону. Здесь очень разнообразное поле для обсуждения, поскольку во-первых большой разброс по выбору технологий, во-вторых помимо выбора технологий вам еще нужно будет заботиться о самой компанию, продвижении продукта. Если у вас возникнет идея научиться программировать, чтобы в будущем написать свой продукт, то помимо программирования вам понадобится еще много чего. И тогда полезно вернуться к вопросу а зачем собственно я хочу быть программистом и действительно ли программирование то, что вы хотите получить в конечном итоге, либо вы хотите стать SEO какой-то успешной компанией молодой, которая только появилась на рынке. Тогда это немножко другой путь. Аутсорс я выделил несколько отдельно, поскольку по сути аутсорс представляет из себя специализированные компании, предоставляющие сервис профессиональный для написания кода всем предыдущим. На практике в аутсорсе можно встретить все. И заказы от каких-то госструктур, и написание интернет-магазинов, и стартапы иногда обращаются к аутсорс компаниям, у них есть какой-то посевной раунд инвестиций, и нет технических специалистов, которые могли бы сделать, реализовать идеи на нужном уровне. Соответственно, таким образом они приходят к аутсорсу и говорят, сделайте нам хорошо, красиво, правильно. Собственно, помимо выбора компании, становится вопрос, а как же, собственно, научиться писать хороший код? Как в свое время в вузе говорил мой преподаватель математики, для того, чтобы научиться решать задачи по математике, нужно всего лишь решать задачи по математике. Программирование это относится точно в той же мере. Для того, чтобы научиться писать код, нужно писать код. Просто смотря тьюториалы, читая книги, общаясь, посещая разные семинары, но не делая никаких практических шагов по написанию кода и программировать не научиться. К сожалению, это так. идеального соотношения между теорией и практикой назвать сложно, для каждого оно свое, но на практике получается примерно 20 на 80, где 20% вы читаете какие-то книги, тьюториалы, и 80% вы реализуете то, что вы прочитали и пытаетесь как-то с этим поиграться. Даже если вы просто набрали код, который написан в самоучителе, это, конечно, хорошо, но пока вы не начнете пытаться шаг влево, шаг вправо, как говорится, сделать, вы не поймете всех тонкостей и всех вопросов, которые возникают при работе с теми или иными задачами. Пример, когда вы читаете, вам создается впечатление, что да, все понятно, все знаю, все вроде работает. Когда пишете свой код, возникает много мелких вопросов, иногда по 10 раз приходится возвращаться к прочитанной книге, к просмотренному самоучителю, просто для того, чтобы понять, ага, там был ответ на этот вопрос, он казался мне интуитивно понятным, а оказалось, что там еще возможны многие варианты, почему это может не работать. Следующий момент это не стесняться и задавать вопросы. Очень часто сталкиваюсь с ситуацией, особенно со студентами, которые боятся лишний раз побеспокоить кого-то, боятся лишний раз задать глупый вопрос, в итоге, типа, я сам разберусь, я погуглю, как-нибудь сделаю, в итоге тратится куча времени, в итоге потом приходится разбирать, что же он так и сделал и объяснять, почему это нужно делать не так, хотя проще было бы сразу объяснить, куда смотреть и что делать. Для любых специалистов, которые уже сталкивались с решением тех задач, которые вы пытаетесь решить, для них делал буквально пару минут найти более или менее подходящий вариант, даже просто погуглить, если они не помнят, и бросить вам там статью, почитать, дать ссылку на книгу, где вы сможете найти ответ на интересующий вас вопрос. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и чем больше вы будете их задавать, тем собственно лучше для вас. помимо того, что вы будете писать какой-то свой код, хорошо получать по этому коду обратную связь, поскольку если вы просто смогли решить какую-то задачу, в следующий раз вы будете решать ее точно так же, если она была решена не совсем хорошо, правильно и оптимально, значит в следующий раз вы ее решите точно так же, либо просто скопируйте свой код из предыдущего примера. Поэтому достаточно важно получать обратную связь на свой код, и это касается не только начинающих программистов, но и сеньеров в том числе. Довольно полезно, если кто-то свежим взглядом взглянет на то, что вы написали, особенно если это что-то новое, и может позадавать вам какие-то кайрозные вопросы, а почему здесь именно так. один из простых вопросов, которые можно задать самому себе, к примеру, это взять любую строчку кода, которую вы написали, и сказать, а зачем здесь эта строчка кода. Если вы не знаете, зачем вы ее здесь написали, то это как бы повод углубиться и подумать все-таки, а нужна ли она там или нет. К сожалению, такие вопросы тоже остаются иногда без ответа, когда смотришь код, говоришь, зачем написано здесь так, человек разводит речами, говорит, не знаю, хотя он это писал. Собственно, получая обратную связь, вы также можете давать какую-то связь назад, можете задавать вопросы, о которых человек даже сеньорного уровня может быть не задумывался, поскольку он вроде бы знает, как это делать, но когда доходит до объяснения, почему это так, то возникают вопросы у него самого. С этим связан последний пункт, это учить других, это уже не обязательно, вам нужно быть гуру или сеньором в той или иной специальности достаточно просто хорошо разобраться в вопросе, достаточно, что вы могли друзьям объяснять, людям, которые задают вопросы по той же технологии, это может быть даже тот же HTML, нокаут, как решать те или иные задачи, можете участвовать в форумах обсуждения. здесь вы убиваете несколько зайцев, во-первых, вы лишний раз проверяете себя, действительно ли вы знаете правильное решение этой задачи, наиболее простое, во-вторых, когда вы начинаете учить других, вы наконец-то понимаете, что вы ничего не знаете, как это часто бывает, поскольку, когда начинают задавать вопросы, как у меня было в случае с моими практикантами, когда задают вопросы, ты вроде бы понимаешь, что да, это работает так, это по-другому работать не может, но когда тебя задают вопрос, а почему это по-другому работать не может, ты понимаешь, что нужно идти гуглить, и когда начинаешь копать, то докапываешься иногда до довольно интересных вещей, которые еще больше расширяют понимание в технологии, которых раньше не подозревал, поэтому делиться знаниями и учить других, это также очень сильно способствует обучению вас самих, плюс вам могут подсказать о каких-то новых тенденциях в IT, о которых вы просто не успели узнать, поскольку за всем объемом информации уследить довольно сложно. Ну и, собственно, переходя к вопросу об интересных проектах, я хотел бы спросить, может кто-то из вас назвать, что такое интересный проект? по одному, пожалуйста, который нравится, а что нужно для того, чтобы он нравился самому себе? с которым будет интересен людям и приносить пользу обществу. Еще есть варианты? легкий проект. самый тяжелый проект. Самый тяжелый проект. Собственно, все ответы, которые вы сейчас произнесли, они все являются правильными, но они являются правильными именно для тех, кто их озвучивает, поскольку у каждого человека понятие интересного проекта, во-первых, оно индивидуальное, во-вторых, оно меняется с течением времени. то, что вам интересно сейчас, через год, через пять лет, вам может уже стать неинтересным. У вас может появиться интерес в каких-то других областях. Поэтому для того, чтобы попасть на интересный проект, найти этот интересный проект, то важно ответить самому себе как можно более точно, из чего он должен состоять, какого, что должно его характеризовать. Второй момент, что если сложно найти проект, то проще сделать так, чтобы проект интересный нашел вас. Что для этого нужно? Если в первом случае вы определились, что для вас является интересным проектом и с какими задачами вам интересно работать, то вам уже можно смотреть на то, какие знания вам нужны для участия в таком проекте, для того, чтобы его реализовывать. Это может быть работа с большими массивами данных. Если вы хотите участвовать в проекте с дополненной реальностью, соответственно, вам неплохо изучить, какие технологии являются сейчас актуальными, какие есть варианты создания этой дополненной реальности, какие проблемы есть, с которыми еще не столкнулись. Если вы хотите заниматься носимыми устройствами типа Google Glass, то можно узнать, какие есть устройства помимо Google Glass, чем они отличаются, что характеризуют каждый из них и можно ли написать, допустим, приложение, которое будет работать на всех. Чем больше вы будете знать детально про реализацию проектов, которые вам интересны, тем быстрее вы сможете сами стать консультантом для тех, кто с этими проектами сталкивается более редко. К примеру, если взять то же самое носимое устройство, если помимо знакомства с глазами вы еще знаете, как работают очки Microsoft, Sony, Samsung, еще есть несколько компаний, которые собираются выпустить, если вы можете проконсультировать кого-то, кто хочет создать свой продукт, о том, какой ему лучше девайс использовать, на какие проблемы он грабленно ткнется, просто потому, что вам это было интересно, вы все время это изучили, то большая вероятность, что вас привлекут как эксперта, хотя бы как консультант для участия в этом проекте. Дальше, собственно, уже идет по накатанной, вас начинают привлекать как консультанта к целому ряду проектов для их оценки, для технической экспертизы, даже если это просто какой-то узкоспециализированный участок, но который вам интересен. И тогда вы можете просто какому-то проекту уделить больше внимания и сказать, о, ребята, я такой проект раньше не видел, мне интересно, какие еще технологии вы используете, какие еще задачи этот проект решает. И, соответственно, у вас в арсенале появляется еще взаимодействие тех же глазов с какими-то другими устройствами, с часами наручными. И вам уже проще выбирать, когда к вам приходят и предлагают, что у нас есть проект, нам нужен эксперт, не хотите ли вы поучаствовать в разработке нашего проекта. Но это возможно только в том случае, если вы действительно специалист в этой области, и это вам интересно. Вам интересно постоянно обновлять свои знания, быть немножко впереди паровоза. То есть, то, что еще не стало трендом, но то, что может только выйти, знать перспективы о том, что может стать популярным, либо не стать. Не все технологии, которые выпускаются, в итоге становятся трендерами. Поэтому придется покрывать немножко больше сферу. Собственно, говоря о таком формате консультации, переходим к следующему вопросу. Что же все-таки вас интересует в интересном проекте? Сам проект или та роль, которую вы будете на этом проекте играть? Поскольку более или менее крупный проект, это всегда командная игра, которая подразумевает взаимодействие нескольких человек, каждый из которых отвечает за какую-то свою роль. Отдельно это может быть, для примера, специалист по базам данных, который знает буквально и Oracle, и MS SQL, и NonSQL базы, может проконсультировать по любой, может оптимизировать, сделать запрос, который выполняется за 5 минут, чтобы он выполнялся за полсекунды. В этом случае вы будете нарасхват на тех проектах, где очень сильно важно взаимодействие с базами данных и быстрая скорость просчетов. Если вам интересно больше копаться в проектах в начале, на начальной фазе, просто для того, чтобы выяснить требования, узнать, какой он будет, но потом мне интересно его реализовать, это уже ближе к вопросу о бизнес-аналитике. И тогда, возможно, вам стоит покопать больше в сторону бизнес-аналитика и использовать какие-то навыки и best practices из этой области в своей работе. отдельным направлением, через которое часто пытаются реализовать понятие интересного проекта, это создание своего собственного продукта. Здесь скроется несколько подводных камней. Во-первых, в любом проекте всегда есть какая-то доля рутины. Поэтому, даже если вы будете запускать какой-то свой собственный проект, все равно вы столкнетесь с теми же проблемами, что нужно будет править баги, нужно будет делать верстку сайта, нужно будет где-то набирать данные для этого проекта. Может быть, этот проект будет вам интересен на начальном этапе, особенно, когда вам нужно будет придумывать вообще, что в нем будет и как он будет жить первые годы жизни, скажем так. Но здесь возникает другой вопрос. что будет с проектом, если он все-таки станет успешным. К сожалению, как показывает практика, те люди, которые технически стартуют проекты с самых первых дней их жизни, стартуют идеи, они не всегда оказываются хорошими в управлении этим проектом и компанией, когда проект уже более или менее набирает обороты. С этим связан так называемый парадокс предпринимательского успеха. В том случае, когда ваш проект становится действительно успешным и куда-то выходит на более или менее общий рынок, вы сталкиваетесь с проблемой, что вам все меньше и меньше остается времени заниматься деталями проекта, технической реализации проекта, программированием. Даже в меньшее времени становится на то, чтобы отбирать, какие фичи попадут в проект, какие нет. приходится все больше и больше заниматься организационными вопросами, общением с инвесторами, то есть, это уже бизнес. И отдельно этот вопрос изучался довольно много в Гарвардской школе бизнеса. Они пришли к такому интересному выводу, что существует парадокс о конфликте между SEO, который был основателем проекта, и профессиональным SEO, который, собственно, чисто бизнес специалист и занимается исключительно уже готовыми состоявшимися проектами. В основе этого парадокса лежит то, что чем дольше основатель остается управлять проектом, который он создан, тем больше риски, что проект в итоге умрет. Как ни парадоксально это может звучать, но на практике это так выходит. Было проанализировано более 200 разных стартапов, которые смогли стать успешными и прослеживалась их жизнь на протяжении нескольких лет. В каких-то компаниях менялся фаундер, в каких-то нет. В итоге, когда составили график рисков по финансовым показателям обоих категорий, то получилась примерно такая картина. Когда в верхнем графике мы видим ситуацию с рисками банкротства в компаниях, где SEO поменялся и фаундер ушел, в нижнем риски вероятность выживания компании, где фаундер оставался до победного. К сожалению, это довольно часто встречается, немало было стартапов, которые были загублены фаундерами просто потому, что они не захотели вовремя уйти, остались во главе компании, в итоге не смогли довести до нужного уровня. Один из действий стоит заметить, что есть такая категория специалистов, которая может быть кому-то интересной, которая почему-то мало известна у нас, как стартап-предприниматель. Собственно, это люди, которые занимаются профессионально именно тем, что они берут идеи, молодые команды, они развивают эти стартапы первый год-два и только когда более или менее компания стабилизируется, они тут же с нее сваливают. Либо продают свою опцию, либо нанимают SEO, еще какое-то время остаются, но в итоге они выходят из бизнеса на довольно раннем этапе. Собственно, в двух словах подведем сказанное выше. С чего же вы можете начать, если решили стать программистом? Определиться с долговременной целью, дальше все вопросы, которые мы озвучили, я не буду их просто засчитывать, поскольку я проговорил, если кто-то захочет пересмотреть слайды, сможет к этому вернуть. Ну и собственно подводя итог, хочу обратить внимание на такой вопрос, что поскольку у каждого человека очень разнятся понимания о том, чем он хочет заниматься, какими технологиями он хочет владеть, какие проекты он хочет решать, то очень сильно разнится то, что кому рекомендовать. Когда возникают какие-то более или менее однотипные вопросы, тогда гораздо проще подготовить на них ответы, выступить с презентацией, написать статью, но для того, чтобы эти статьи появились или эти презентации появились, очень большую пользу можете оказать вы сами, если вы определитесь для себя примерами проектов, в которых вы хотите работать и с набором технологий, либо даже можно вместе с вами определиться с набором технологий, в которых вам хотелось бы работать. И тогда либо я, либо кто-то другой, в любых компаниях всегда есть люди, которые хотят поделиться каким-то опытом, какими-то знаниями. И если есть вопросы, они видят конкретные вопросы, относящиеся к их сфере деятельности, то всегда найдутся люди, которые смогут ответить на эти вопросы, помочь, либо которые захотят выступить с докладом по этой теме. Собственно, я буду благодарен, если кто-то в итоге даст какую-то обратную связь по поводу того, какие более конкретные вопросы хотелось бы услышать, какие ответы получить. Разбирая более предметно, можно будет дать конкретные ответы этим людям и лучше подготовить следующее выступление, если оно будет. Ну, собственно, с наиболее тяжелой части мы закончили. Пойдем немножко более простой. Просто несколько примеров из жизни, которые могут быть полезны в вашей практике. Довольно часто даже у сенеров встречаются такой подход к решению задач, которые можно археоктизовать выражениями так сойдет. Типа, оно работает, работает, трогать я его не буду, главное, что оно как-то работает. Потом из-за этого возникает, конечно, ряд проблем. Откуда это берется, я не могу сказать. Не могу сказать, что это именно от безлаберности или от лени, поскольку это встречается даже у вполне собранных людей. Возможно, такое мое предположение, это может браться из того, что в начале школьной, университетской годы, пока человек решал сам задачи для себя, он сделал какой-то код, написал, оно работает, ему некому показать, поэтому на этом и заканчиваю. Собственно, в начале хочется вспомнить такой старый мультик для иллюстрации, который, собственно, так и называется и так сойдет. Если кто-то его не смотрел, в принципе, рекомендую, он короткий, минут 8. Собственно, в этом мультике Заяц брался за все работы, которые только ему попадались, везде представлялся хорошим специалистом, но все задачи решал кое-как, лишь бы оно было сделано. То черепицу раскидает, лишь бы побыстрее, в итоге она все падает от первого чиха и так далее. К сожалению, подобные подходы иногда встречаются и в работе программистов, когда вроде бы задача решена, она работает, но дальше, как говорится, не дышать. Если вы попытаетесь хоть что-то изменить, то проще переписать зону. Иногда такой вопрос пытаются оправдать тем, что вот в agile есть такая мантра, которую любят повторять make it work, make it right, make it fast. И типа я вначале сделал проект просто, чтобы он работал, ну а потом до make it fast как правило никто не доходит. И соответственно начинают жаловаться, что ребята не работают. Когда начинаешь выяснять, а почему это не работает, то выясняется, что вначале сделали весь проект, а потом только начинают пытаться сделать make it right. Конечно, не работают. Собственно, суть в том, что когда вначале вы пытаетесь решить какую-то задачу, особенно если вы не решали ее раньше, у вас всегда будет несколько вариантов возможных путей решений. Даже вот по своему опыту, давая одни и те же задачи разным людям, будь то на практике, либо при собеседованиях, разные люди одну и ту же задачу решать совершенно разными способами. Двух абсолютно одинаковых решений, но очень редко получается. И не всегда можно сказать, какое решение хорошее или нет, поскольку несколько хороших у каждого по-своему. но некоторые однозначно будут не очень хорошие, их можно улучшить. Так вот, суть, собственно, этого аджиального подхода в том, что вначале решить задачу просто, чтобы вы поняли, что она работает и найти способ решения. А после этого уже задаться вопросом, а как это можно сделать правильно? И правильно ли я сделал решение этой задачи, либо собрал, что называется, на коленке карточный домик, теперь боюсь пошевелиться, чтобы они разрушились. Собственно, по поводу третьего пункта make it fast, здесь единственное не стоит злоупотреблять, поскольку оптимизация и понимание, как сделать более быстрым ваше приложение и не добавлять лишние циклы там, где они не нужны, если это можно сделать все очень быстро, это хорошо, но если вы при оптимизации скорости начинаете углубляться и добавлять какие-то ограничения, которых изначально в системе не было, то, наверное, это не самый лучший вариант, если вы дальше планируете этот продукт развивать. Оптимизация с помощью введения ограничений, да, она может работать, она может быть иногда необходима, но ее стоит делать только тогда, когда вы уже не планируете именно наращивать функционал вашего продукта, иначе потом вы столкнетесь с ситуацией, когда вы оптимизировали, ввели ограничения, а дальше эти ограничения вам мешают. Вы от них будете избавляться, у вас, соответственно, будет падать производительность до неприемлемого уровня. Можно столкнуться с неприятной ситуацией. Ну, собственно, немножко практических примеров из того, как это может выглядеть на практике. История была дана в Австралии, когда Австралийское Министерство обороны заказало для своих летчиков вертолетов ПО для тренажеров виртуальных. Ну, разработчики имитацию сделали, все вроде бы хорошо, на предварительных демо-версиях заказчик попросил добавить только одну небольшую деталь стадо кенгуру. Идея состояла в том, что по военной тактике, когда вертолет не слишком следит за животными на местности, то, спугнув стадо животных и по перемещению испуганного стада, противник может просто обнаружить вертолет, который он еще до этого не увидел и не обнаружил. Любовь может обнаружить направление перемещения этого вертолета. Соответственно, для добавления реализма попросили внести такой маленький элемент. Ну, попросили, сделали. Программисты подумали, что это работа на 5 минут. Тем более, у нас это все реализовано. У нас уже, к счастью, поведение испуганных животных не сильно отличается от поведения испуганных людей. Ну, и взяли, собственно, модель поведения застегнутых врасплох солдат. Унаследовали от него класс, назвали кенгуру, переопределили скины, вроде все хорошо. Ну, и поставили заглушки на необходимые классы, на необходимую функциональность. Вроде все классно, потестировали быстренько, все работает. Когда пришло время генеральной демонстрации, собралось все высшее руководство, и пилот устраивает показательную демонстрацию всех возможностей системы, уже под самый конец демонстрации, когда все шло хорошо, пилот решил пролететь на бреющем полете над стадом кенгуру, показать вот эту новую фишку, которую они добавили в последние 5 минут. В общем, он пролетает, все им аплодируют, кенгуру, естественно, бросается в рассыпную, но через 5 минут аплодисменты истихают, потому что стадо кенгуру, перегруппировавшись в боевой порядок, выпустило по вертолету тучи стингеров. А что получилось? Те из вас, кто уже знает ООП, вы понимаете, что сокрытие не равно переопределению. И когда вы используете сокрытие, он будет немножко по-другому работать при переведении к базовому классу, чем если вы использовали переопределение на методе. Вроде бы ошибка базовая, такая простая, но тем не менее получился такой интересный казус с боевыми кенгуру, вооруженными стингерами. Вообще по своему опыту могу сказать, что примерно 80-90% серьезных ошибок и багов не связаны с какими-то сложными технологиями, сложными задачами. Они связаны как раз с такими базовыми вещами, которые просто кажутся слишком простыми, чтобы за ними следить или чтобы их знать. Собственно, другой пример тоже немножко связан с военной авиацией. Он уже прислучился в Израиле, когда они наняли команду разработчиков написать автопилоты для новых истребителей. На тестовых полетах автопилоты показывали себя очень хорошо, все вроде бы нормально. Когда же решили уже сделать зачетный полет над всей территории, в какой-то момент пролетая над Мертвым морем, автопилот вышел из строя. Причем не просто вышел из строя, он отрубил всю электроунику самолета почти. В итоге самолет чуть не ляпался в землю. К счастью, пилот успел перезапости систему и в ручном режиме вывести самолет в полет. Что произошло, вначале не поняли. Решили повторить испытание. Повторили испытание, примерно в той же точке случилось то же самое. Автопилот вырубается и вырубает с собой систему. Опять самолет удалось спасти, но что-то происходит непонятно. И почему-то именно в одной магической точке. Когда стали анализировать и выяснять, выяснили один простой пример. Простой корень этой проблемы. Побережье Мертвого моря находится на высоте минус 423 метра над уровнем моря. А программисты использовали ансайн значение. Естественно, когда высота самолета стала меньше 400 метров, произошла естественная ошибка, поскольку отрицательное значение они поместить не могли. Вроде тоже довольно глупая ошибка, тем не менее она могла стоить самолетом несколько сотен тысяч долларов, не миллионов. Ну и жизнь, если бы пилот не успел катапультироваться. если бы это произошло не на самолете, а на космическом корабле, то ситуация была бы еще более плачевной, там вариантов запасных бы не было. Поэтому отдельно хочу заметить, что вводя какие-либо ограничения неявные, стоит лишний раз подумать, действительно ли эти ограничения там есть, либо это просто мне кажется, что это так. Потому что очень часто бывает такое, что разработчик добавляет систему ограничений, которых изначально там не было, которых нет в ТЗ, которые в принципе не обязательно будут всегда. Ну, собственно, под конец хотелось бы еще коснуться одного вопроса, который является не совсем очевидным, несколько холиварным. вначале хочется с ним поспорить. Чем больше функционально становится система, тем она становится хуже. Как бы интуитивно кажется, что нет. Чем больше функционала, тем больше можно чего сделать с этой системой, тем она должна быть популярнее, лучше, дороже. Ну, дороже наверное единственное, что здесь правильно. Особенно в плане стоимости разработки и поддержания этой системы. если начать анализировать, что же происходит с любыми продуктами помимо их жизни, то выясняется, что чем дольше живет продукт, тем больше и больше с каждым месяцем и годом требуется затрат просто на то, чтобы поддержание в рабочем состоянии то, что есть. во-первых, чем больше системы, тем больше требуется времени на то, чтобы новый человек, который в этой системе не работал, смог вообще понять, а что там написали, какие классы есть, как они взаимодействуют, какие есть модули, как это все разворачивать. И чем больше система, тем сложнее удержать все это в голове. Во-вторых, помимо обучения программистов, те люди, которые я не знаю, есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто знает все функции допустим того же Excel. Я думаю, что нет. Просто потому, что там их настолько много, что вряд ли даже люди, которые каждый день с ним работают изо дня в день, знают все абсолютно мелочи. Отдельно, с увеличением времени, также увеличится время на поиск проблемы, поскольку, если в начале, когда проект маленький, вы можете буквально на пальцах, услышав симптомы, сказать, а где это можно поискать, а что это может быть. И на маленьких проектах очень часто встречается, что когда программисту, писавшему код, задают вопросы и описывают, в принципе, что происходит, он сразу примерно может сказать даже в каком классе, в какой строчке эта проблема может быть и куда смотреть, даже не глядя в код, просто потому что он помнит. То на больших системах, во-первых, уже нет человека, который бы знал всю систему целиком. Во-вторых, разные модули системы начинают использоваться в разных местах и сложно понять, что мы затронем в итоге при изменении. Плюс с ростом увеличивается количество юнитестов и просто для того, чтобы их прогнать, если вначале это можно было сделать за несколько секунд, то в итоге на проектах, которым уже лет пять, на прогонку юнитестов может потребоваться до часа. на каких-то совершенно больших системах, знакомая работа одной системы, которая требует очень серьезной верификации, но у них полностью цикл верификации проходит за 4-5 часов. всего лишь внести какое-то изменение, только просто для того, чтобы протестировать, прежде чем выкатывание, требуется столько времени. Помимо этого еще может возникнуть ситуация с увеличением числа поддерживаемых версий. Я немножко коснусь это подробнее чуть позже в примере, но это отдельная головная боль, если вам нужно поддерживать отдельные, независимо некоторое количество независимых продуктов для разных компаний с небольшим модификациями. Особенно приводя пример, это в принципе пример взял из одного проекта, на других проектах цифры могут быть несколько отличаться, но тенденция в принципе на всех проектах будет та же самая, что показано здесь. Кривая обучения новых специалистов по мере жизни проекта увеличивается буквально пару дней до месяца, а то и двух, а то и больше требуется обучать человека просто для того, чтобы он смог более или менее самостоятельно работать с системой и понимать, что там происходит. Познание кода, как я упомянул, на маленьких системах, которые только-только написали, как правило, все разработчики довольно тесно общаются, они успевают следить друг за другом, они знают буквально все, что происходит в системе, ну или почти все, могут очень быстро понять, где что происходит. Когда система растет, то уже не то, что каждый программист знает свой кусок кода, часто ни один программист не знает даже то, что происходит в одном классе полностью. сталкивались с ситуациями на системах, системах, которые лет по 7, буквально пару недель назад решали довольно сложную задачу с добавлением новой функциональности, нетривиальной, только вроде бы разобрались, проходят недели 2-3, возникает какой-то новый вопрос, и ты начинаешь вспоминать, а, да, там, я помню, это было так, открываешь класс, а там вместо класса их уже 3. Почему-то, неожиданно. Причем все 3 одинакового размера по 2000 строк вместо 1, но все с небольшими изменениями. И ты понимаешь, что ты уже не знаешь, что эти классы делают и какой из них тебе надо смотреть. Соответственно, увеличивается время на устранение ошибок, и эта проблема не только для программиста, это проблема больше для бизнеса, поскольку, если с точки зрения разработчика время часто считается от момента получения вопроса до момента, когда дали ответ на этот вопрос, то с точки зрения заказчика или пользователя время на устранение ошибки считается с момента, когда вопрос возник и до момента, когда они получили правильный ответ на свой вопрос. Это может потребовать несколько итераций и иногда растягиваться на нескольких месяцев решения. Ну, соответственно, и на строках кода это тоже заметно отражается, поскольку чем больше система, тем больше времени люди тратят просто на то, чтобы копаться в уже существующем коде и пытаться понять, они поломают ли они что-то, изменяя одну строчку кода. Примеры задач, когда нужно было на неделю лазить по коду, тестировать, пробовать разные варианты решения, чтобы в конечном итоге выдать решение, которое меняет всего одну строчку, ну, такое, в принципе, не редкость на проектах, которые уже много лет в строю. Отсюда возникает еще такой момент, который часто испытывают на себе программисты, пришедшие впервые на какой-то большой, крупный проект. Первое, что они испытывают, это желание взять все переписать. Просто так, чтобы им было это понятно. Очень хочется сказать, что давайте мы там выделим полгодика годик. Да, у вас система писала 4 года. Ну, хотя бы годик, пусть не все, но основную часть мы перепишем. Мы тогда будем понимать, как это все действует. Сможем улучшить показания с последней колонки на вторую. Но на практике это не работает. Во-первых, даже если вам выделят время и деньги на этот год просто для того, чтобы получить в итоге то же, что уже имеют сейчас, то реально вы улучшите ситуацию ну максимум на год. Как показывает практика, даже переписав все, улучшив архитектуру и учтя все проблемы, примерно через год вы получите ту же самую ситуацию с отставанием, может быть, на год от того, что было бы иначе. Собственно, пример, как это происходит в реальной жизни, просто чтобы было понятно, откуда растут ноги. в одной компании, которая занималась разработкой табличных калькуляторов для крупных финансовых корпораций, для простоты считаем, что это Microsoft Excel, в принципе, недалеко от правды. В один прекрасный день ребятам, которые работали на техподдержке, приходит такой запрос от очень важного клиента крупной корпорации. Крупные корпорации это якорные клиенты, которые, в принципе, приносят, наверное, основную часть дохода для таких компаний, поскольку они покупают очень большое количество дорогих лицензий на все экосистемы, которые там только могут быть. И поскольку эти корпорации обеспечивают однотипным софтом всех своих сотрудников и продлевают альноцензии, они платят очень большие деньги для того, чтобы в первую очередь им уделяли внимание решению их проблем. Соответственно, приходят запросы от одной такой очень крупной корпорации, которая является в лидерах среди клиентов. Опять же, ребята, у нас нужно вводить очень много цифровых данных, но данные вводятся так, что когда ввели цифру в ячейку и нажали Enter, нужно следующие данные вводить вправо, а у вас курсор передвигается вниз. Сделайте, пожалуйста, изменения, поскольку у нас ребята-финансисты, которые вбивают данные, очень раздражает и сильно мешает то, что нужно после каждого введенной цифры еще нажимать две кнопки, чтобы перевести курсор на нужную ячейку либо классить мыши. Вы сильно бы ускорили нам работу, поскольку нам отчетности вбивать очень большое количество цифр. Ну, хорошо, не вопрос. Нашли, где, сделали заплатку, добавили в обновление, в следующий цикл обновления систем, соответственно, всем клиентам это обновление было разосло. Все вроде бы тихо, спокойно. До следующего дня. На следующий день звонят 10 чуть менее крупных, но в сумме таких же важных клиентов. Это, ребята, у вас после вчерашнего обновления появилась новая бага. Раньше, когда мы вводили в табличку число, нажимали enter, курсор переводился вниз, сейчас переводится вправо. Нам приходится каждый раз менять на правильную позицию курсор. Исправьте, пожалуйста. Ну, в итоге, что делать? Есть, как бы, куча клиентов, которые хотят одну функциональность, есть довольно важный дорогой клиент, который хочет другую функциональность. Ну, для быстрого решения сделали просто по лицензионным ключам обновления, что для тому клиенту, который нужно было сдвиг вправо, им ушел один патч на их лицензии. Клиентам, которые нужно было сдвиг вниз, им ушел другой патч. По поводу выноса в настройке, это, конечно, возможный вариант. Я не знаю, возможно, в итоге они это и сделали. Но тут возникает другой вопрос. Это, как бы, пример один день из жизни программиста. А таких дней в жизни продукта, которому много-много лет, их много, и таких программистов много. Если там работает 100 человек, даже если это надо брать 180 дней в году, и каждый делает за день несколько таких фиксов, которые еще конфликтуют, в итоге количество настроек у систем становится неподъемным. И просто потом, чтобы найти, где поставить галочку, чтобы поменять сдвиг вправо на сдвиг влево, вам понадобится потратить, может быть, несколько дней. Просто, чтобы найти, где такая функциональность уже реализована в системе. Просто потому, что она теряется в общей горе всех остальных вариантов. Собственно, здесь хочу как бы коснуться еще вопроса, что очень часто, пытаясь начать писать какой-то свой проект, этой болезнью очень часто болеют стартапы. Это очень часто затрудняет обучение молодым программистам. То, что пытаясь начать делать какой-то продукт, будь это стартап, будь это какое-то какое-то тестовое приложение, просто для того, чтобы попрактиковаться, человек сразу пытается напихать в это приложение как можно больше функционалов. И считая, что чем больше функционала я туда напихну, тем типа будет круче. В итоге заканчивается тем, что он тонет в этом количестве функционала. Если это стартап, то в этом количестве функционал тонут пользователи. И в итоге получается хуже, чем если бы взяли что-то гораздо более простое, примитивное. Вначале сделали, довели до ума, потом наращивали уже функционал дополнительный. Ну, собственно, с моей стороны все. Если какие-то есть вопросы, да? Продолжение следует... Вопрос хороший, но однозначного ответа, к сожалению, на него нет, поскольку в этом случае придется искать ответ, который будет работать для конкретного стартапа. Как вариант возможен поиск людей, которые, что называется, готовы работать за обучение, за опыт. Я, в принципе, встречал... Ну, чаще, да, это джуниоры, люди, которые пытаются только получить первый опыт, либо люди, которые просто пытаются как-то разнообразить свою скучную жизнь, каких-то скучных корпоративных проектов. И они увидели, что вроде проект интересный, и так в свободное время готовы в нем поучаствовать. Проблема здесь в том, что, как правило, эти люди не смогут уделять этому стопроцентному времени, и в итоге вы не получите готовый качественный продукт. Поэтому чаще всего придется чем-то жертвовать. Стандартные три кита в управлении проектами – это деньги, время и качество. Выберите два. В данном случае вы выбрали время... Денег нет, значит, время и качество. Чем-то жертвовать придется однозначно. Либо проект будет долгостроен, который будет писаться года четыре с джуниорами, кое-как, со скрипом работать, и, скорее всего, он просто не успеет выкатиться тогда, когда он нужен. Поскольку отдельный вопрос для стартапа – это своевременность. Если он стартует слишком рано до того, как еще публика для него созрела, он может не взлететь, хотя через четыре года были примеры, когда точно такой же стартап, с точно такой же функциональностью через четыре года взлетает. Просто потому, что технологии немножко подвинулись, пользователи немножко подвинулись, и они уже были готовы к этому. Другой вопрос – это качество. Если продукт будет слишком некачественным, то тоже можете не получить то, что вы хотели. Вариант, который может быть, здесь можно рассмотреть, это использовать ребят, которые, допустим, хотят работать за практику. Сделать какой-то прототип, с этим прототипом искать инвестора, который захочет вложить деньги, чтобы нанять уже квалифицированных специалистов. Вообще стартап – это такая довольно специфическая тема, в которой вопрос и так сойдет, на первых этапах имеет право на жизнь. Наверное, это единственная из всех компаний, где она имеет право на жизнь. Поскольку очень часто вам нужно сделать что-то готовое быстро, чтобы вы могли показать это инвесторам, чтобы вы могли показать это пользователям, чтобы это как-то работало. И тогда довольно часто встречаются варианты, что вы вначале делаете решение лишь бы как-то быстро, с кучей ограничений, с костылями, и так, что это потом только на демо ходится. А уже получив финансирование и наняв хороших специалистов, переделываете это качественно. Плюс еще учитывайте какие-то фидбэки от пользователей. То есть, говоря о стартапе, еще стоит сразу понять, кем вы хотите быть. Либо вы хотите участвовать в стартапе, либо вы хотите быть в SEO. Опять-таки вопрос конфликтов фаундеров и профессиональных SEO здесь поднимется, поскольку в этом случае вам придется по-любому изучать. И не столько development, сколько management проектов и финансов. Я ответил на ваш вопрос?